Напомню, Дмитрий Медведев, будучи президентом России, уже был в этой школе в День знаний. Он отметил, что за эти годы школа заметно преобразилась. Её оснастили интерактивным мультимедийным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, лабораториями и спортивным инвентарём. С прошлого года ведётся строительство плавательного бассейна. Школа ваша, она преобразилась. Я у вас в гостях был шесть лет назад, и вот тогда всё выглядело совершенно иначе. Сегодня всё красивое, современное, очень удобное. Наконец, скоро будет бассейн, так что ваша школа будет просто на лучшем мировом уровне. Ребят, я искренне желаю вам хорошего нового учебного года, всем здоровья и хорошего настроения. Приеду в следующий раз посмотреть уже открытый бассейн. Надеюсь, что все будут плавать. С праздником! С Днём знаний! Дальше Дмитрий Медведев посетил одно из крупнейших предприятий по переработке птицы на юге России. В станице Выселки премьер-министр с губернатором края Александром Ткачёвым осмотрел цеха компании Юг Птицы Пром. Она входит в ведущий сельскохозяйственный холдинг Кубани Агрокомплекс. Выселковская фабрика – одна из тех, где после введения эмбарго уже начали наращивать производственные мощности, чтобы увеличить количество выпускаемой продукции, которая заменит импортные аналоги. С момента введения санкций на ввоз ряда импортных продуктов, в том числе и мясо птицы, на кубанской фабрике почти в три с половиной раза увеличили объем производства полуфабрикатов. Больше внимания на местную продукцию, по словам руководства, стали обращать и крупные торговые сети. Кубанские производители готовы поставлять свои товары не только на юге страны, но и по всей России. Уже сейчас Выселковские окорочка можно встретить на прилавках Москвы, Самары и Нижнего Новгорода.